Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конечно, обучить труднее человека Большинство работы инструктора направлены именно на работу с клиентом, на работу с человеком Поэтому тренер должен быть и хорошим психологом, и хорошим педагогом И обладать навыками общения Часто нашу школу называют школой личностного роста У меня есть много людей, которые приходят и говорят Но это не семинар по дрессировке собак Действительно нам очень нравится сюда приходить Почему? Потому что мы растем У меня есть масса людей, руководителей Которые руководят там Различными предприятиями и прочие Которые из этих же семинаров выносят очень много для себя Для работы с коллективом Дрессировка собак Это не является Целью именно дрессировки собак В основном работа с человеком Если приходит человек И ты видишь, что в нем есть потенциал Он может работать хорошо и красиво Но он при этом говорит Ты знаешь, мне это не надо Мне надо, чтобы он сел, лег И вот здесь нужно дать человеку альтернативу И понять, что есть другой мир Есть другой тренинг Можно это сделать весело, красиво Можно это сделать зажигательно То есть это можно действительно сделать так Чтобы собака не просто боялась вас И ложилась, и садилась Потому что вы на нее гаркнули или ударили А потому что действительно есть Систем мотивации И практически любой человек Может ей овладеть, если он захочет То есть как сделать так Чтобы собака действительно захотела для него работать Это дольше Это труднее Но здесь начинается креатив Здесь начинают работать мозги у человека И человек начинает изобретать различные штуки Вот мне очень нравится, когда Каждый клиент или же человек Пришедший на семинар Думает креативно То есть креативность очень приветствуется в тренинге То есть тут нет муштранины Сядь, ляг И прочее, прочее, прочее Этот процесс на самом деле очень креативный И он развивает мозги В первую очередь То есть представляете, что у нас в жизни есть много Там у нас есть работа У нас есть там обязанности по семье Там у нас есть куча разных обязанностей И нам хочется где-то себя проявить То есть кто-то допустим ходит Там занимается бегом Кто-то в спортзал ходит Вы завели собаку То есть собакой можно просто ходить гулять по улице А можно заняться чем-то интересным И достичь каких-то результатов Ну даже в первую очередь чисто для себя Вот неужели неинтересно Научить собаку самому Каким-то трюкам Или научить собаку Мыслить неординарно Или даже вот мы ролики смотрим по интернету Там собака пошла Открыла ходильник Принесла пиво Все смеются Все говорят Вау, круто Но это может сделать каждый человек Это сделать просто Если вы понимаете, как это работает Да И вот мы на семинарах по дрессировке Мы в общем-то даем людям Именно понятие того Как читать собаку Как понимать, как работает у нее голова И как сделать так Чтобы она выполнила одно или другое действие Без применения группы физической силы И с желанием То есть вот это основная тема семинаров И соответственно Спортивная команда Которая я уже говорил Которая готовится по ИПО Это уже представители Как бы немножко другого класса Это люди, которые первоначально Завели собаку просто для себя Просто для души здесь нет Профессиональных спортсменов Которые раньше чем-либо занимались Серьезно в спорте с собаками В основном Люди приходят Либо же новички Либо же без особых достижений в спорте И вот Я не люблю переучивать людей Я люблю учить их заново Да Ну не заново, а с нуля Так скажем Почему? Потому что Допустим, с кем очень трудно работать? Очень трудно работать С кинологами Да То есть я не называю себя кинологом Я очень не люблю это слово У нас существует система курсов обучения в стране Там та же система РКФ И прочее Но на самом деле У нас очень много инструкторов Которые имеют диплом И абсолютно не знают Как дрессировать собак И как работать с людьми В общем-то Про себя могу сказать Я не обладаю ни одним кинологическим образованием То есть я не зоопсихолог Я не кинолог Я могу предлагать только свои знания Да Меня часто приглашает Говорит Алекс Вот вы приедете Проведите семинар Примите у нас испытания Я сертифицирую своих ребят Лично сам То есть это Грубо говоря Не бумажка А доверие Мое доверие им То есть доверие нести Имя моей школы Доверие работать с клиентами От моего имени Вот это и есть Моя сертификация Вообще Обучение вятки Наразительно отличается От того Что понимает обывателя Под выражением Дрессировка собак Мы работаем с любыми собаками И с проблемными собаками Которых на сегодняшний день Очень много Перестраиваем Это процесс долгий Так же как и Переучивать человека Который учился по одной школе Переучивать его на другую школу Тоже очень трудно Почему так и хочется Собаку дернуть Или смыкнуть Или пнуть Чтобы она села Легла И вот Когда такие люди приходят Я снимаю с собаке Поводок ошейник И говорю Вот тебе собака Иди работай И они не знают Что делать Потому что дернуть нельзя А вот А как с ней работать Я говорю Вот тебе корм Вот тебе игрушка Вот сейчас Сделай так Чтобы она не убежала в лес И все Их навыки пропадают Потому что нечем дернуть Да Вот это часто И таких собак Мы в общем-то Мы переучиваем людей В первую очередь Мы переучиваем собак Мы показываем систему ценностей Показываем систему мотиваторов Показываем систему маркеров У нас есть определенная Обучающая система Которая позволяет Воссоздать то поведение Которое требуется Вот допустим Можно просто в тренинге Сказать Собака должна тебя любить Но как это сделать Да Вот на простом примере То есть как сделать так Чтобы щенок тебя любил То есть просто гладить И хвалить его И говорить Молодец Хорошо Я тебя люблю Любимина назад То есть так вы любовь не достигнете То есть он будет вас кидать Он будет у вас на голове ездить Он будет бегать куда бегал Да И любви не будет по-любому Почему Потому что обычно Любовь собаке Завоется через желудок Да Вот когда вы приносите щеночка Маленького в дом Первое что вы делаете Вы берете просто корм Высыпаете в карманах Миска пропадает Корм у вас весь Выкормляется с рук И с карманов И собачка маленькая Щенок привыкает к тому Что мама или папа Это большая миска Да И учитывая то Что любой щенок Хочет кушать Да Он в хозяине Всегда находит ресурс Необходимый ему для жизни И тогда Собака всегда с удовольствием Подходит к хозяину И грубо говоря Выпрашивает у него корм Вот когда собака Подошла ко мне Я ее просто кормлю Она привыкает к тому Что подойдя ко мне Посмотря мне в глаза Она получает кусок То есть она учится гораздо быстрее так Почему? Потому что не я ей сказал Иди сюда Я тебе что-то дам Да Она подошла на меня Посмотрела С меня упал кусок сыра Ух ты Она говорит Как я получил кусок сыра Я посмотрела на папу Окей Она подходит Смотрит на меня второй раз С мне опять падает кусок сыра Она говорит Ага Я же могу этим манипулировать То есть я голодная Да Как мне покушать Она подошла мне Смотрит в глаза Получает кусок сыра В результате То есть мы выстраиваем Это поведение Так как нам нужно Но собака Думает Что она нами манипулирует Они страшные манипуляторы Они обожают манипулировать Но нам нужно сделать так В тренинге Чтобы эти манипуляции Шли нам на пользу Да Не против нас А для нас То есть таким образом Мы выстраиваем Весь тренинговый процесс Когда собака Вот он называется контакт Да Когда собака прибегает Смотрит в глаза Получает за это кусочек корма Съевший кусок корма Она прибегает опять Говорит Я еще голодная Я хочу есть опять То есть это привычка Кормить с рук Да После этого Можно собаку чему-то обучать Когда она уже постоянно К вам подходит И чего-то от вас требует Вот здесь Можно уже сказать Ты хочешь этот кусок Вот теперь недостаточно Посмотреть в глаза То есть теперь мне нужно Чтобы ты сел Чтобы ты лег Чтобы ты прошел рядом И она это делает весело Задорно С удовольствием Почему? Потому что она получает Массу поощрения после этого Похвала одной из них Корм второе То есть тут есть система Подкреплений Которая работает И весь тренинг Выстраивается ненавязчиво То есть грубо говоря Когда мы работаем Первый год жизни Со щенком Мы практически не применяем Ни поводок Ни ошейник Голыми руками То есть собака Никуда не убегает Никуда не уходит У нее нет других Интересов в жизни Кроме как быть С папой Или с мамой Или с хозяином Почему? Потому что у нас Есть все ресурсы Которые необходимы в жизни То есть у нас есть игра У нас есть корм У нас есть ласка У нас есть все То есть у нас нет такого Что мы выходим Выпускаем собаку И они бегают Со всеми в парке гуляют Потому что как только Они этому научаются Им хозяин больше не нужен И потом после этого Приходится бегать Их вылавливать Дергать Наказывать за то Что они убегают А почему бы нет? То есть они же хотят Бежать в социум И вот здесь главный вопрос То есть нужно ли Каждой собаке Бегать с другими собаками Да И наслаждаться жизнью Она должна наслаждаться Жизнью с хозяином Не с другими собаками То есть они не настолько Социальные животные Не стадные животные Да Это не ребенок Которого надо водить В детский сад Чтобы он был в социуме Да Здесь немножко по-другому То есть если есть собаки Допустим агрессивные С проблемами Да их нужно социализировать больше Но если у вас собака Которая любит других собак Вот эту социализацию Надо прекращать вовремя И сделать так Чтобы собака захотела Быть с вами А не с другими собаками То есть вот простой пример И тогда у нас не возникает проблем Чтобы они не убегали Не бегали через дорогу Их не сбивает машину Потому что они увидели Другую собаку через дорогу То есть вот эти социальные рамки Простраиваются сразу Изначально со щенком Для любого обучения Важно прежде всего Найти контакт с собакой Заинтересовать ее И научиться использовать Ее природные инстинкты Себе во благо А уже потом приступать К освоению команд И серьезным тренировкам Однако многие владельцы Просто пропускают Этот первый Но самый важный этап Просто большинство людей Не тратят на это время Они считают Что они пойдут К любому дрессировщику На угол пересечения Такой-то улицы И такой-то И потренируют там Обычно когда звонят Про тренинг Спрашивают Сколько стоит То есть это все равно Как будто этот тренинг Стоит столько же Сколько стоит другой То есть не важно Сколько стоит пылесос Если он не пылесосит Да И качественного тренинга У нас к сожалению В стране очень мало Один процент Из ста Которые в принципе есть Это в любом городе так Просто люди не умеют Собирать информацию Не умеют смотреть на результаты Они вот как собаку выбирают На выставке Так и тренеры выбирают Сколько стоит Подвинутые люди Начинают задавать себе вопрос А почему у этого тренера Собаки веселые Хвостиком виляют И делают все красиво А у другого тренера Ходит как побитая кошка И ее постоянно дергают То есть никто не задает себе Такой вопрос Вот когда люди начинают Задавать такие вопросы Они действительно приходят К правильному тренеру Но к сожалению В стране существует Отсутствие культуры Да Культуры выбора Культуры выбора продукта Культуры выбора сервиса Потому что у нас раньше Никогда этого не было То есть люди Которые вышли с тех годов Им сказали Есть вот это Есть вот это Есть ливерная колбаса Есть докторская Все другого нет И мы привыкли Нам сказали Есть Вот покупай И ешь Да То есть на сегодняшний день Люди просто не Имеют информации о том Что школ дрессировок много Что они все отличаются Что качество собак разное Что качество тренинга разное И вы можете абсолютно получить Совершенно диаметрально Противоположную работу В зависимости В зависимости К какому тренеру Вы пошли Я не буду сейчас Называть специфики Имен и прочее Просто Человеку надо запомнить Что любой Качество любого продукта Или качество любой деятельности Определяется конечным результатом Так вот Если люди не просто Открыли книгу Или интернет И посмотрели Кто распиаренный А посмотрели действительно На видео работы Их собак И работы их клиентов Они придут К тому выводу Что действительно На всех дрессировщиков Города Уфы Может быть Есть один и два человека Которые действительно Знают что они делают Именно поэтому Алекс является тренером По бесконфликтной дрессировке Которая по его словам Является универсальным методом Для установления Прежде всего Правильных взаимоотношений В паре человек-собака Бесконфликтный метод Он позволяет Выстроить гармоничную систему Отношений Четко простроенную То есть у собаки В голове Есть белая и черная То есть большинство собак У нас в жизни Находится в серой зоне Что такое серая зона Когда ей непонятно Ни поощрение Ни наказание То есть наказание недостаточно Поощрение тоже недостаточно То есть совать кусок сыра Собаки в рот Это недостаточное поощрение Или же Тянуть за поводок Когда она кидается На другую собаку Это тоже недостаточное наказание Эти инструменты Должны работать Абсолютно по-другому То есть у нас есть Четкие инструменты Если это поощрение То оно должно быть Красочное Интересное Заряженное Да Вот простая Вот как много Вы видели людей Которые могут поощрять собаку Правильно То есть если собака Подошла и села Я говорю Да, молодец И кормлю ее здесь Это уже неправильно Почему? Потому что у любой собаки Есть поведенческая цепочка Выследил, догнал Придушил, съел Это животный инстинкт Да Вот если корм собаке Дается в рот То вы нарушаете Поведенческую цепочку Ей уже неинтересно Если она начинает Прослеживать этот корм За ним бегать Его догонять И есть Ей становится интереснее В разы Вот если попробовать Собаке просто сказать Молодец Хорошо И сунуть кусок корма Ей надоест буквально Через три кусочка Да Она скажет Ну все Мне неинтересно Я пошла гулять Если же вы покажете Этот кусочек корма И скажете Да Шаг назад И она побежит За этим кормом Она его поймает Он скажет Ух ты То есть выдача корма Превращается в веселую игру Да То есть это анимация Это всплеск эмоций И собака говорит Вау Я не просто ем То есть я ем Я достигаю своей цели Я за ней гоняюсь То есть мне интересно И вот когда вы даете Корм вот таким образом Простое действие Собаки заряжаются на вас Настолько сильно Что они боятся Потерять вас вообще Из глаз Потому что вот это Корма или поощрение Это превращается В веселую игру И в что-то намного интереснее Чем просто бегать С другими собаками по полю Но к этому надо приучать Безусловно Приучить собаку К такому поведению Можно лишь с помощью Систематических тренировок И правильного подхода Для которого нужны знания Прежде всего Самому владельцу Их как раз И можно получить На семинаре Вяткина Это тренинг Не для собак А для людей У нас есть четко Простроена система Как мы выходим На старт Вот когда я начинаю Работаю со своими спортсменами У меня люди приходят Профессиональные тренера Да Или там допустим Мама и папа Которые привели детишек Заниматься футболом Или боксом Да Когда они смотрят Как у нас строится работа В команде То есть грубо говоря Там 5 часов утра Там у нас подъем Там 6 часов утра Мы выезжаем на след Там в 10 часов утра У нас послушание Это когда мы тренируемся На сборах После обеда Там допустим Час-два перерыва После этого у нас там защита То есть есть четкий распорядок У каждого человека Четко простроенная система То есть тут нельзя Опоздать на тренировку Запить ночью Прогулять тренинг То есть вот этого ничего нет То есть у нас есть четко Это профессиональный спорт Да То есть хоть он и любительский считается Но это в общем-то Подготовка к нему Как профессиональный спорт У нас очень много Именно профессиональных спортсменов Которые действительно выиграют И у нас в спорте Потому что есть дисциплина То есть если у человека нет дисциплины И он выходит на поле И он полчаса думает Что бы ему сегодня поделать С собачкой То это время уже ушло То есть у нас 10 минут на собаку И человек должен четко знать У него есть план У него есть график Он в этом графике живет Он по нему готовится к соревнованиям И есть четко простроенная дисциплина Это раз Во-вторых Это работа всей команды Это два Вот мы сегодня приехали Со следа сюда Вот вы видите Поле уже стоит Кто это сделал? Это сделала команда Да То есть мне второй раз говорить Не надо Ребята Вы должны приехать И поставить поле Мы приехали Мы пока с вами разговаривали Они быстренько выстроили все поле У нас нет обслуживающего персонала Нам никто не выделяет средства Или людей Которые будут нас обслуживать Да У нас очень много амуниции Которые надо вовремя везде расставлять И здесь есть определенный порядок И мы все помогаем друг другу То есть у нас группа Которая работает очень слаженно Как один слаженный механизм И вот это Ну как бы тренинг По командообразованию Да То есть у нас есть команда Да Когда у нас человек выходит на поле Он выходит работать Он не выходит Просто на складажаться с жизнью Да То есть если мы хотим Просто погулять Собакой Мы выходим в лес И там просто с ней гуляем Но на тренинге мы работаем И разглядяя Грубо говоря Не смогут достичь этого результата Как бы они ни старались И какая бы хорошая собака У них ни была Любой человек Который достигает определенного результата Как в любом профессиональном спорте Он после этого может быть Там хорошим политиком Хорошим бизнесменом И прочее Почему? Потому что есть школа Есть дисциплина Сами знаете Да То есть у нас все руководители Как бы прошли Какой-то вот определенный путь Вот этот Вот у нас в спорте Ребята проходят именно эту школу Да Я как тренер Как преподаватель Я их этому обучаю Я слежу за дисциплиной Я учу их основным правилам Остальным порядком И в конечном итоге Мы даем результат уже То есть у нас цель Вчера мы делали фотографию Общую Я попросил всех собраться С собаками наших Собраться Да Я ее подписал вечером Скованной одной целью Да Почему? Потому что мы действительно вместе Почему? Потому что у нас есть определенная цель Мало того, что мы друзья У нас клуб по интересам Да Но у нас есть определенная цель Достичь определенного прогресса То есть никто не приезжает сюда Ну просто так Позаниматься с собачкой То есть у нас сюда приезжают люди Действительно с определенной целью Стать лучше Стать сильнее Стать лучшим в своем деле Достичь определенных результатов В конце Соответственно Здесь есть дрессировщики Которые после этой школы Идут по своим городам И ведут свои группы В которых они просто дрессируют собак Как часть работы Бытовому послушанию Но если мы берем Бытовое послушание То это можно так сказать Начальный уровень По сравнению с тем Что знаем мы Да То есть вы понимаете Что любому человеку Который ездит на той же Формуле 1 То есть он очень просто Может проехать на самокате Это не проблема Не бывает такого Что он не может Да То есть если он Водитель такого класса Он умеет ездить на Жигули Знаете Не вопрос Поэтому Мы все умеем делать И бытовое послушание Мы все умеем делать И бытовую дрессировку Потому что часто говорят Да у спортсмена А мне надо Чтобы собака не кусалась Ну это глупость полная Почему? Потому что Очень широкий спектром Поведений Спортсмен должен знать И понимать Как с ними работать Для того чтобы Достичь этого результата Соответственно Вот то что Эти тренинги И то что Результаты То что выступление Дает каждому человеку Это не просто Спорт в котором Можно самовыразиться Да Это именно Самообучающий процесс Простраивания Систем Жизненных ценностей И эти ценности По словам Алекса Совсем скоро Должны дать свои плоды Ведь команда Спортсменов С которой он занимается На постоянной основе Сейчас готовится К чемпионату России По и по Это группа Это дисциплина Это группа Которая работает на результат И на самом деле Что я вам хочу сейчас сказать Вы Это увидите Очень скоро По результатам То есть мы создаем Абсолютно Беспрецедентный Такой момент Того что Группа Спортсменов Из не центральных районов Так скажем Не из Москвы А группа спортсменов Из Замкадья Да То есть Урал Сибирь Дальний Восток Просто придет И скоро Москвичам Нос утрет Очень сильно Да Это беспрецедентно Да И на самом деле Москва для нас не предел Мы едем на мир Вот Поэтому это просто Передайте им привет В этом году они это увидят О том Какие же результаты От команды Вяткина Увидят спортсмены Из других городов И как готовятся К чемпионату Наши ребята Мы расскажем В следующем выпуске Программы Глазами животных А также поговорим О том Почему многие собаководы Предпочитают Метод дрессировки Вяткина А теперь мы переходим К нашей постоянной рубрике Которую мы создаем Вместе с контактным зоопарком Лесное посольство Сегодня вас ждет Новый интересный рассказ Про удивительных питомцев Обитающих в контактном зоопарке В самом центре нашего города Здравствуйте Уважаемые телезрители Мы рады приветствовать вас В контактном зоопарке Лесное посольство Где на животных Можно не только посмотреть Но и погладить их А также покормить Сегодня я расскажу вам Об этом подробнее Корм для большинства Жителей зоопарка Продается прямо на входе Дело в том Что животных Нельзя кормить Чем попало Их рацион Четко сбалансирован Он состоит Из питательного завтрака И полноценного ужина А днем Они питаются Сеном и растительной пищей Которая не дает Большого насыщения Благодаря чему Наши животные Не страдают ожирением При этом У каждого из посетителей Есть шанс покормить Питомцев лесного посольства В зоопарке Обитает более 40 видов Животных Есть и птицы Рыбы Насекомые Рептилии И млекопитающие И конечно же У каждого из них Есть свои особенности В общении И предпочтения В еде Например Пресноводные Красноухие черепаки И карпы кои Которые живут В небольших подаемах Питаются специальным Кормом Причем Только один раз в день Поэтому Приходя в зоопарк Рано утром У вас есть шанс Покормить их Обратившись К администратору А вот козы и овцы С удовольствием Узлетают капусту Яблоки И морковь В течение всего дня При этом Они тянутся К посетителям Дают себя погладить И даже иногда Зовут их сами Поэтому Они являются Любимцами многих Ведь к такому Дружелюбию Невозможно Остаться равнодушным Среди привычных Многим животных В зоопарке Обитают И экзотические питомцы Такие как Зеленая игуана Бродатая агама Леопардовый углефар И синеязыкий стил Все эти ящерицы Питаются овощами И фруктами А еще Вареными яйцами Фасолью И тараканами Их кормят Непосредственно Сотрудники зоопарка А у посетителей Есть шанс Наблюдать за этим А вот ворону Можно покормить Погладить И даже заплатить Ей денежку Варя просто Обожает разные Монетки И с удовольствием Прячет их Свои тайнички Еще одна птичка Которая гуляет По зоопарку Это павлин Он ест корм И для птиц И для зверей Причем прямо Из рук посетителей А еще Отвлекается На свое имя Павлуша Любит рассматривать Витрины магазина Террариумы Со змеями Встречать гостей Прямо у гардероба И конечно Раскрывать Свой дивный хвост Делает он это В основном Утром И вечером Приходите Посмотреть на это Своими глазами А еще Заходите на наши Странички Вконтакте И инстаграме А также на сайт Лесное посольство Точка ру Мы всегда ждем Вас гостей В наше лесное посольство Контактный зоопарк Лесное посольство Это увлекательное И познавательное Путешествие В мир животных Где их можно трогать Гладить И кормить Время работы зоопарка Ежедневно С 10 утра До половины Девятого вечера По адресу Менделеева 205А Торговый центр Башкортостан Телефон В Уфе 246-11-98 Продолжение следует...